Что это такое? Это счастье. Самое забавное, что с наступлением совершеннолетия это закончится. Ну ладно, хоть на своем примере объясню. По сути, меня никто не ждал. Я не против. Это меня круто стабилизировало. Настолько круто, что после института я стал искать место жительства. Что касается онных. В 80% квартиры в ипотеке. Я все понимаю, но папа и мама хотят жить. А может уже и нет. Смысл дальше очевиден. Но что эти дети умеют? Вот вопрос. Я понимаю, что для них есть все. Я понимаю, что смотря мои сюжеты и даже в ютюбе вы видите, как легко у дитятков есть в разы большее, чем у нас. Самое забавное, что моя жизнь была в СССР, где с куля можно было бы выпросить реально крутую технику. А вот те, чья молодость была после. А после, а это 1990-й, не было ничего. 20 лет тишины. Только в 2010-м разродилось удовольствие. И слава богу для этих челов. Но эти челы, что будет из них? Очкарики? Так оно и будет. Вы им дали телефоны. Я не противник. Я негодую от этого. Айти это писк. Но что-то я не видел ни одного программиста, кто в случае комплексного облома может, вскопав картошку, прожить без денег. Кушать-то хочется всем. Какой тут айти? Мало того, я не против игры, но в меру. Мера формируется просто. Ты играешь, и никто тебя не кормит. Нет денег, и все, иди играй. Холодильник. Мясо, картошка, лук, морковь и свекла. Немного муки, крупки и в путь. Носово никто не читал, а зря. Кто-то помнит про кашу. А вот после этого вам вопрос и вашему чаду. А как? Это в принципе понятно. Чтобы человек не зацикливался, что нужно. Работа, забота и обучение. Конечно, сложно, но всегда можно найти нужную струнку. Не показывать собственную крутость, которая в 99% случаев завалится вниз. А падая ниже плинтуса, мы все оттуда. Учиться, учить и быть ученым всегда. Сколько их топов? Тысяча на 130 миллионов человек. Это даже не процент. Как сделать из человека не озлобленное быдло, а удивительное быдло. Вы разницу должны понять, потому что я сам из быдла. Опять не въехали. Допускаю. Но в 90% случаев наших фамилий не было бы до 1861 года. Для самых тупых. Года снятия крепостного права. С точки зрения тех тысячи мы и были быдлом. То есть весь топ, а это Кагарин, Жуков и тысячи героев Советского Союза труда. И это откуда? Все откуда? К слову, о самом быдле. Это народ, выполняющий волю эксплуататоров. Мы были гражданами великого государства СССР. А после 1991 стали быдлом. Причем быдло это типа даже наши начальники, которые при власти. Потому что над ними тот, кто руководит. И мне не надо говорить об обратном. Вы словарь Ожегова почитаете? Опять сложности в чтении. Я зря. Как выскочить из него, я знаю. Как это ни странно, это село. Мы выкатываемся, но закат. Когда вас не смогут устроить никуда. А это после сорока. Вот это будет у всех. То есть при общении это нужно говорить. Не та сторона, не та. К слову, ехать от города и не надо. В пределах 10-20 минут от города, чтобы лечиться здесь. И все. Все свое. Экономия в разы больше. Фонты в понтоватницу ненадолго. И вот вам, умудренный, вашим опытом, человек, закончивший школу, получив качественную профессию, и не обязательно айтишник. Я лично так объясняю. Есть еще некоторые моменты. Но это уже другая история. Продолжение следует... Продолжение следует...